Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня еще одна мотивация на уборку, на домашние дела. Я на выходном, первый день я вообще просто отдыхала, ничего не делала. И на следующий день уже думаю, надо что-то начинать делать. Потому что как-то вот у нас навалилось столько снега. Вы бы знали, у нас, как обычно, транспорт еле едет, кругом пробки, аварии и так далее. В общем, вообще тяжело. А на голову это вообще удар такой жесткий. Я вообще почему-то после Ксюши, после рода стала очень метеозависимая. Любое изменение погоды в плохую сторону, мне прям очень плохо это переносится. Я прям не могу. Я поэтому сходила в душ, голову помыла. Я думаю, надо вот пока голова сохнет, я поделаю какие-то такие дела, которые не на кухне. Потому что в основном на кухню я захожу с собранными волосами. Да и в принципе по дому хожу с собранными волосами. Потому что пока идешь, если они не собраны, все, половина волос моих будет на полу. Поэтому я стараюсь их всегда собирать. Мы купили новые часы себе в комнату с проекцией на потолок. Потому что Сережа говорит, ты постоянно лежишь на диване и щуришься утром. Я же в линзах хожу и щуришься. А так на потолке будут большие цифры, тебе будет удобно. Мы из-за этого купили часы с проекцией на потолок. Обошлись мне они в 900 рублей, а так они стоят, конечно, дороже. 1800 рублей. Показываю две корзинки. Это мы с Ксюшей прибирались у нее в игрушках. И она решила отказаться еще от пазла и от других мозаик. И вот корзинки еще в садик нужны. И я решила эти корзинки в садику отдать. Потому что я Ксюше купила две другие корзинки бежевого цвета. Вот как у Дашеньки, кто помнит, мусорка есть такая. Я вот такие корзинки по 150 рублей купила в Галамарт. У меня еще была скидка 30% на белые ценники. Поэтому они шли по белому ценнику. И мне еще скидка на эти корзинки была. То есть я их очень даже выгодно купила. Также перейдем в ванну. Я мыла все пылесосы, чистила щетки. Все это промывала, просушивала. Мыла я их предыдущим вечером. И вот они у меня за ночь, за утро высохли. Я хорошо просушиваю, чтобы не дай бог. Это же все электроника. Чтобы не было ничего мокрого. Все это просыхало хорошо. Я оставляю и потом собираю. И потом через 2-3 недели я их снова мою. То есть я их не намываю после каждого использования. Моющий пылесос, понятно. Я все эти баки тоже мою каждый раз. Потому что без этого никуда. Иначе там все затухнет, зачахнет и будет пахнуть. А вот такой обычный ручной беспроводной пылесос я мою раз в 3 недели примерно. Ну и перейдем с вами на кухню. Я уже волосики собрала. Надо поделать немного домашние дела кухонные. Потому что я в Галамарт ходила. Еще прикупила для кухни все-таки я держатель для губок. Потому что в прошлый раз было мне удобно. Но к сожалению я сама там сломала, оторвала крепление. И получилось, что я долго думала надо мне снова покупать. Не надо мне снова покупать. А тут в Галамарт была. И буквально 60 рублей вот эта корзиночка для губок стоит. И я ее снова купила. Только не такого яркого цвета. А чуть позже я буду раковину мыть. Вы увидите. Но она точно такая же. И вот у меня даже рефлекторно сразу рука так хоп туда в корзинку. И губочку убрала. Очень удобно. Первое время, когда этой корзинки не было у меня после того, как она сломалась. Я все пыталась положить там, где ее нету. И вот долго себя приучала класть получается губку на раковину. Но все равно тоже не совсем эстетично выглядит. Хотя я тоже не тот еще эстет. Но все-таки. И разберу сушки посуду. Потому что надо будет и в раковине снова посуду помыть. Ну и посуда все равно высохла. Зачем она будет стоять? Сейчас включусь вам вживую. Я сидела на работе. Мне Сережа присылает фотографии. Говорит, я забыл тебе показать. Я была на смене на работе. Он говорит, я забыл тебе показать. Смотри, говорит, прикол. У нас просто отошло вот это покрытие. Пленка вот эта. Я говорю, ну считаю, что гарнитур напрашивается либо на покраску, либо на какой-то ремонт. Потому что покупать новую кухню у нас, конечно, денег нет. Поэтому я думаю, здесь получается такая, как сказать, гладкая поверхность. То есть ее можно загрунтовать, я думаю, да, как-то как правильно почитать надо. Загрунтовать, покрасить. Ну вот не знаю, в какой цвет. Вот эта пленка, я уже ее тут поколупала. Она очень хорошо отходит. Ее, в принципе, даже феном греть не надо. То есть этому гарнитуру больше 10 лет. Я так посчитала, плюс-минус 10 лет. То есть мне кажется, он просто уже отжил свое. И можно избавиться вот от этого, не знаю, бордового или какой-то цвет, что-то я туплю. В общем, можно снять эту пленку и вот эти нижние дверцы покрасить. Потому что вот эта дверца, как видите, она выцвела. Она имеет другой немножко оттенок. Потому что солнечные лучи прямо сюда падают. И она немножко другого цвета, нежели вот эти вот шкафчики. То есть в ближайшее время, я думаю. Но я не знаю, сейчас есть смысл отрывать прям вот это, чтобы вот это голое стояло. Не знаю, меня, конечно, мучает. Потому что смотрите, как оно сломалось. Вот так. То есть я не знаю. То ли сейчас оторвать уже. И уже тут оторвать и оставить пока купить. Потом краску покрасить. То ли что. Не знаю, что делать. Может быть, конечно, пока подклеить и оставить. Не знаю. Пишите в комментариях. Буду рада вашим комментариям, советам. Возможно, кто-то красил кухню самостоятельно. Расскажите, как вы это делали. Потому что девчонки мне видео скинули. Девочки, которые занимаются переделкой кухонь. Вот не знаю, вот такое покрытие. Как его покрасить. То ли его грунтовать надо сначала как-то. Потом красить лаком сверху, чтобы не вздувалось дерево. То есть надо будет заняться вот этим делом. Потому что пленка, она хорошо отходит, в принципе. Думаю, что скоро обновлю кухню. Ну, вот эти нижние шкафчики. Потому что наверху, в принципе, все нормально. И как бы цвет там более-менее такой бежевый. Возможно, подберу какой-то тоже колер. Возьму и бежевый цвет будет внизу тоже. И кухня станет светлая. Посмотрим. Показала вам, какое приключение на моей кухне приключилось. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если бы у вас на кухне такой коллапс случился, что бы вы делали? Сняли бы покрытие и постепенно, допустим. Ну, я понимаю, что у меня нет возможности за один день там все покрасить. Это надо просто целый день стоять красить. Все это снимать. Как бы, да. Потом прикручивать, ждать. Лаком покрывать. Не в один слой еще краски красить. В общем, тем более, я еще не умею этого делать. Я просто там батареи могу покрасить обычной краской. Там еще что-то. А вот именно кухня это дело такое, да. Потому что все равно туда и вода будет попадать. И все. И надо правильно так сделать, чтобы это ничего не сдувалось. Либо вы пока что бы там временно как-то это все приклеили обратно. И ждали. И копили бы и стали деньги, допустим, на новый кухонный гарнитур. Но я понимаю, что сейчас цены на кухонный гарнитур очень высокие. Потому что девчонки нам показывали мне свои кухни в Телеграм, да. И говорили, что вот такая кухня 160 тысяч стоила там по тем временам. А сейчас я даже боюсь представить, сколько могут кухни стоить. Даже вот такая небольшая кухонька угловая. Сколько она может обойтись. То есть эту кухню, когда мы заехали в эту квартиру жить полноценно с семьей только одни. Дима с Настей делали за 30 тысяч по тем временам. Но это было 10 лет назад. Кухня 10 лет и, наверное, уже приходит ее время эксплуатации. Тем более за 30 тысяч. Я не знаю, насколько хороший там материал. И, конечно, она все сдувается со временем. И не такая уж она супер-пупер крутая кухня. Не современная, да. Как сейчас там красивые такие даже угловые гарнитуры. Можно красивые найти. Как бы она такая самая простая бюджетная кухня. Как бы делали по тем временам, насколько были финансовые возможности. Ну и у нас сейчас финансовые возможности невелики. Да, потому что у меня есть определенные планы. Да, там накопить сюда, накопить туда. Тем более мы сейчас копим на море стараемся. Хотим все-таки детей вывезти. Ксюша ни разу не была на море. То есть пока что в планах прям взять грандиозно поменять кухню, конечно, не вариант. А вот как временная мера, да, либо снять покрытие и покрасить нижние фасады. Как вариант я рассматриваю, да. Либо пока что подклеить и уже забыть пока что. Как есть, так и есть. Ну да, будет видно, что трещина есть. Что как бы стык вот этот, где сломано. Но зато будет хотя бы внешний вид более аккуратный. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы сделали. Покрасили и был бы, допустим, внизу там такой вид кухни. А вверху был бы глянец, да, с таким покрытием. Либо бы сняли все покрытие и в один цвет все бы покрасили. Кто что думает, пишите, пожалуйста. Принимаю любые комментарии. Глобальный ремонт, конечно, на кухне хотелось бы. Но пока что вот, ну, не горит у меня. Вот кто-то пишет, вот, надо, если начали одно делать, сразу все менять. Вот у меня мама такая. Она вот захотела, допустим, поменять зимний холодильник. У нее тоже такой же старый советский зимний холодильник под окном. Она говорит, я и подоконник новый заказала, говорит. Потому что это тоже попортился, поцарапался, говорит. И обои я новые купила. И экран новый на кухню купила, на стену. В общем, говорит, снова ремонт задумала. Хорошо, что, говорит, гарнитур недавно относительно купили новый. Говорит, поэтому менять его не буду. Я говорю, дай тебе волю, ты, говорю, все поменяешь. Она такая, я люблю все новое. А я вот как-то к такому не готова всегда. Я всегда все просчитываю, рассчитываю. Если у меня нет на это финансов, это потерпит. Но как что-то новое, да, немножко подправить, где-то что-то подредактировать, я могу. И могу спокойно с этим жить. То есть я рассматриваю вариант либо покрасить, либо подклеить. И вот думаю, что лучше. И вот как раз на кадрах я прикрепила новую корзинку. Я ее покупала, как говорила, в Галамарте. Она немного такого более легкого оттенка. Та была розовенькая, прям такая. Это бежевенькая, ну почти под цвет кухни. И мне очень даже нравится. Я рада, что у меня снова появилась корзинка, куда я могу складывать губочку. Ну и решила я добраться до буфета, потому что на буфете у нас и наверху, как видите, да, все разложено, наложено. Потому что 4 дня меня дома не было. И все, и тут складывались и поделки. Девочки нам делали на день рождения и с Ксюшей. Мы папе поделки на день рождения делали. В общем, много нам дети подарков не дарили на наши дни рождения. И, кстати, спасибо большое всем, кто меня поздравлял. Я к каждому ответила на комментарии, конечно же. Ну и вас лично так хочется поблагодарить за то, что вы мне всего-всего хорошего нажелали. И в личные сообщения, и в комментариях вы писали, поздравляли. Спасибо большое. Очень приятно. Я свой день рождения провела на работе вечером. И меня на работе поздравляли. Девчонки подарков надарили вкусных, всяких разных. И вечером мы зашли, тортик купили. Мы даже свечки зажгли. 3,1, 31 год. Я задула, желание загадала. Прямо почувствовала себя маленьким ребенком. Так классно. Как бы девчонки мне с днем рождения поздравляли. Было очень круто. Мне понравилось. Даже вот такой просто спокойный вечер в виде дня рождения меня более чем устраивает. Ну а мы с вами заглянем вниз гарнитуру. У нас накопилось очень много банок, потому что и солений, и родители Сережины молоко привозили. И получается банок много-много накопилось. Надо что-то отдать, который именно надо машинкой для закрутки закручивать. Я тоже убрала. И трехлитровые банки родителям мы отдаем, потому что они торгуют молоком. И получается им они нужнее, важнее. Мы всегда их отдаем. Вот эти баночки, которые там где-то там, не знаю, под какие-то заготовки быстрые или что-то переложить надо. Я всегда оставляю нам. Или потом, если их очень много становится, когда мы закрутки открываем, они накапливаются, мы отвозим либо моим родителям, либо Сережиным. В общем, там всегда огороды, сады, поэтому там они, конечно, намного важнее. Так как у нас садов, огородов нет. Мы только вот один год делали огород, мини-огород такой на подоконнике. Огурцы, помидоры, перцы выращивали. Не знаю, это лето мы пропустили. Как-то вообще не до этого было, не хотелось ничего мне. Потому что это же надо с весны начинать всё делать. И я, как обычно, как спящий медведь, я только вот этой весной разобралась со своими гормонами, с уровнем ТТГ. И только в этой весной я почувствовала прилив сил, что я вообще человек. И сейчас вот я нахожусь на гормонной терапии, так сказать, да, пожизненной. Поэтому я надеюсь, что, возможно, в этом году мы тоже делаем себе мини-огородик такой, какие-нибудь помидорки маленькие на подоконнике сделаем, да, которые как черри выглядят. Возможно, их посадим, возможно, попробуем огурцы вырастить. Не знаю, у всех растут огурцы, у нас мотя всё съедает под корень. У нас огурцы никак не получается вырасти. Порядочек мы с вами внизу навели, баночки проредили, даже место осталось. Здесь я тоже всё компактненько сложила, тоже место даже и осталось. Ну и хочется, чтобы такой порядок держался как можно дольше. Ну а все остальные баночки я просто в пакет уберу и на балкон выставлю. Потому что, когда родители приедут, я их с балкона заберу и отдам сразу, чтобы дома это всё тоже не стояло, не пылилось. На балконе пусть они стоят, никого не трогаю. Тем более на балкон сейчас мы особо не выходим, так как зима, холодно. Что там делать, нечего там делать. Я там вроде более-менее прибрала перед тем, как холодно стало. Поэтому там у нас более-менее порядок. Надеюсь, что всю зиму он там и продержится. В выдвижных шкафчиках тоже надо навести порядок. Потому что я туда всё складывала, складывала, складывала до того, что еле открывается уже. Думаю, надо как-то всё это правильно разложить, что-то убрать. То, что я хотела, допустим, там вот для машины какая-то штучка. Там я хотела её продать, она меня не продалась. Думаю, Серёжевы инструменты обратно убрать. В общем, надо тоже немножко разгребсти. И вроде бы там лежит всё как-то более-менее аккуратно, структурировано. Но иногда бывает накидаж 1, 2, 3, 5, 10 и уже шкаф не открывается, ящик. Поэтому надо тоже немножко здесь всё проредить. Я ещё, когда беру корзинку в руки, я всегда всё перещупываю руками, чтобы мне понимать, что мне здесь нужно, а что, в принципе, здесь не должно лежать. И вот здесь вот я понимаю, что там светящиеся палочки для рыбалки Серёжиной. Мы хотели Ксюше их отдать, играть. Но потом так и не отдали. Они вот здесь пролежали. Думаю, пускай для рыбалки он уберёт все для рыбалки. Там, допустим, дротик от Дарца. Дарца я выкинула, потому что он уже распался весь. Дротики лежат в другом месте. То есть здесь они не должны лежать. Один дротик залётный какой-то здесь оказался. Надо убрать на другое место. То есть как-то вот надо немножко правильно всё это разложить, чтобы и место освободилось. И чтобы шкаф открывался, в принципе, да, ящик. Всё разложила, всё по местам. В другом ящике у меня просто салфетки. Там шпажки другие лежат, ещё что-то лежит, да. Там, в принципе, у меня порядок. И ящик открывается. А это вот всё остальное, перчатки там и так далее. Это я всё уберу. Ну и надо будет сверху здесь, так как мы разгрузили эту всю поверхность, да, надо будет пыль протереть. И хотела вот как раз, когда взяла рамку с фотографиями, хотела вас спросить, меняете ли вы вообще в рамке фотографии и как часто вы это делаете. Просто у меня распечатанных фотографий не так много. Вообще буквально их нет, а всё остальное в электронном виде, да. Вот эти вот я намеренно прям села и распечатала именно для этой рамки эти фотографии. А так, чтобы у меня где-то был альбом, и я могла вынимать фотографии, менять их, у меня такого как бы нет. У родителей, конечно, есть, да, много других там фотографий из моего детства, а вот у меня такого нет. А вы как часто меняете фотографии в рамках, мне интересно, пишите обязательно в комментариях. Ну а мы с вами будем на этом прощаться. На этом уборка моя будет окончена. Я зажгла свечку, чтобы у меня в квартире ароматно пахло. И на этом я буду сегодня с вами прощаться. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть под любым роликом в описании. Всех люблю, всех целую. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok